Слышу голос из прекрасного далёка, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос. Да, дело о чем. Я несколько фотографий взял буквально из интернета, как, когда дерево изувечено, видите, как его вечеринок, видели, да, вот, начинается работа по спасению. Ну, извините, не хрен было калечить дерево. Это я так, чисто, как бы, реплика. Вот это, значит, ну, красиво, да? Вот человек, я, кстати, видел, у меня такие фотографии там, я их как сделал? Я не отвлекаться не хочется, а вот я сейчас нажал, уже, наверное, пожалел, что нажал, да? Вот. Дело нет, всё-таки я пожалел, что нажал. Тут у меня всего 2-3 фотографии, да? Вот. Я смотрю, люди, это, без специального защиты, если защиты, да? Вот это всё творят только потому, что они работают с изувеченными деревьями. Им иначе нельзя. Вот. Просто нельзя иначе. Так, сейчас я, наверное, эту ошибку исправлю. Сейчас у меня будет другая картинка. Зря нажал. Так, может быть, сюда вернётся. Нет, всё-таки. Тупой я компьютерщик. Рукоуновый себя строит так. Ладно, вроде удалось остаться на этой странице. Так, смотрим дальше. Вот это промышленные сады на западе. Видите? Вот. Здесь от 20 до 40 обработок. Елена Александровна сказала, что в Мечеринске делали лишь 15, по-моему, обработок. Ну, то есть те же самые отравленные сады. Вот. Ради того, чтобы их, вот как механически перенесли это, ради того, чтобы эти сады, где они, вот они, могли минимальный результат, у них, наверное, там платят в 10 раз больше тем, как садовод, а может в 100 раз больше. Это у нас, у каждого учёного должен свой питомник иметь, иначе он просто умрёт с голоду, а уж всеми точно не прокормят. Вот. И вот получается, что трактор, вот это ещё простенький, и бесконечное опрыскивание, внизу, вон они, штамбы. Я хотел вам показать, ну, ладно, пропущу. Я там приготовил отдельные картинки, пропущу. Штамбы только потому здесь голые. Так. И изувеченные. Потому что здесь теплее в 100 раз, чем намного теплее. Это юг Европы. Раз. То, что обработки бесконечные позволяют им справляться с бесчисленными болезнями. А тот, кто повторяет эту дурь в дачных садах, вот эту вот, даже вот это в дачных садах, это уже дурь, вот эти штамбы. Кто вот эту дурь повторяет в дачных садах, вот. Вот это, вот это. Вот, он обречён. Ну, не будет же он делать даже наши скромные там, Мичуринские, 15 опрыскивания. Ну, не будет. И у него постоянно больные деревья, настолько больные, что садов фактически нет. Они просто умирают, они ослаблены. Вот. И никогда нельзя ссылаться на зарубежный опыт. У них это, штамбы для машин. Для машин. Представляете, как можно обработать. Видите, что нету травы, нету дёрна. Как можно обработать, и же ветки эти мешают. А потом я вам покажу так ещё одно интересное это. Я вас это, когда мы дойдём до этого, вы будете шокированы. Посмотрите моими глазами на эту дурь, которую учат современные наши учёные. В данном случае не учёные, а те, которые называют себя, ну, псевдоучёные, а может настоящие. Вот. Вот в этой книге всё сказано. Так. У меня её за месяц купили аж три штуки. Вот. И в сумме, то есть, это самое. Поэтому у Канчиной пять тысяч экземпляров. Вот. Здесь было напечатано полторы тысячи. И все они практически, ну, большая часть лежит без движения. То есть, даже тут шансов нету. А теперь я взял несколько своих фирменных фотографий. Видите? Вот. Канчина, Платонова, Канчкина. Вы хоть понимаете, для чего, почему нельзя делать обрезку на кольцо? Смотрите дальше. Вы понимаете, почему нельзя делать обрезку на кольцо? Ну, вы хоть раз в жизни-то распилите хоть одно дерево. У вас их поумирало, знаете, сколько? А, у вас не умирали. Вы же не садоводы. Вы только прикидывайте садоводы. Посмотрите, что делается от морозов, когда сделать рано на кольцо. А потом распилите его. Там уже всё внутри мертво. А теперь вторая проблема, она близко к этой. Неправильная посадка приводит к появлению многих мелких веточек, которые вы ненавидите. Раз. И главное, там внутри неправильная посадка, это когда крона не тронута, а корни изувечены. То есть не хватает питания, даже если все почки, даже самые верхушечные, живы, внутри идёт процессы гниения. Чтобы это предотвратить, я учу так. Вот он, саженец груши с моего питомника. Когда я его продавал, я почему запомнил. Потому что у меня три типа покупателей. Первый пофигисты, железов тебе видней. Таких примерно половина. Ещё половина от половины, это те, которые умоляют меня не делать обрезку, сами потом сделают обрезку. Так, и наконец последняя, которая плачет и пьют валидол, когда я режу. И для них вот это спасение саженца, вот это вот, считается страшным, как сказать. Ну, то есть, это, у меня был даже случай, когда местная жительница, когда я вот так обрезал, сказала, что теперь это не саженец, теперь это говно. Вот, я не мог, даже не то, что она читала кого-то там, есть авторы, которые учат не обрезать при пересадке, что она и читала. Она просто считает, что я просто изувечил саженец, вручая ей. Она сказала, что это говно повернулось и пошла. Вот это слово говно у меня до сих пор в ушах. Вот, я уже говорю, как есть. Старый волк, 69 лет, вчера исполнился. Могу себе позволить такое выражение. Вот, и жизненное. Вот, и вот только в этом случае, вот это вот, объёма корней и земли хватит, чтобы вот это вот огрызок, а это примерно четвёртая часть, да, где-то так, ну, третья часть, чтобы этот огрызок смог начать расти, и внутри не идёт начало гниения, потому что, когда там сердцевина, вы вспомните, разрезаете любое саженец, внутри мёртвая сердцевина. А что такое мёртвая сердцевина? Правильно, следующий этап, это заселение грибами. Ещё раз скажу, грибы никогда не садятся на здоровый лист. Грибы никогда не залезут внутрь дерева, если там, на этом, на штамбе, на ветках нет ран. И вот это вот проклятие, что надо обязательно изувечить, это ошибка принципиально, это ошибка, я умоляю, я говорю, кто-нибудь станьте президентом, или это, из Путина бы махнуться как-то на полчаса, мне хватит времени, указ номер один, приравнять убийство дерева к убийству человека, указ номер два. Значит, запретить это самое, тот, ну, в общем, вы поняли, то, о чём мы говорим. Теперь смотрите, сравнивайте это. Единственный шанс выжить, поэтому и славится питомник железовый. Ну, сотни, может, парочка всегда умрёт, там и ГПЗ, и желающие, помните, как первое верхнее письмо, в ямку посадить, вот, потом ещё ищи, кто виноват, питомниковод или тот, кто это, в ямку посадил, или это, запретил обрезать. Ладно, а это тот инсульт, который меня выгнал с трибуны. Спасибо вам, ребята. Вот, я вам тоже это самое, авторитета не прибавил своими этими. Я просто взял, разговор был, нелицеприятный, вот. Я буквально об вас ноги вытирал. Мне нечего вас жалеть, потому что вот эта дурь перед нами, а здесь только одну фотографию, всего лишь от вас, просто тема такая, вот они, штамбы, вот они, коллеги. Продавать-то надо однолетними, а это переростки, страшные переростки, никому не нужные, по-хорошему. Их садить, вы понаделали им штамбы, специалисты, если бы не делали штамбы, хотя бы судовецкие росли, можно было бы оставить четвёртую часть, и, видишь бы, этот горшок, земля с горшка, выкормила бы его. А сейчас что? Где тут отрезать? Вы уже ниже всё уничтожили. А здесь отрежешь, он уже не выживет. А если выживет, то внутри начинается гниение. А мы об этом не знаем. Об этом не знает вся служба озеленения по всей России. Придумали термин. Длинномеры. Это чтобы сразу взрослое дерево посадить. С обрубками корней, идиоты. Ладно. Хороший пример. Хороший. Вот. Питомник растений. Тимирязева. Это тот самый, Тимирязевка, знаменитый, который закрыть хотели. Вот это один ведущий. Вот он. Вот второй ведущий. Самый подлый рисунок, который можно представить. Это последователь тех, не имея ни малейшего представления, для чего нужны листья, почки. Ветки для чего нужны. Вертикальные для чего нужны. Вот так. А вот современно. Это, а вот это. Миллионы людей любуются на это. Ну и что? Это потом земля провалится. Та же ямка. Сейчас они идиотством занимаются. Они режут эти самые полиэтиленовые бутылки, чтобы защитить это. Посадили посредине лета. С кроной, изувеченный саженец, посадка, не малейшего понятия, где север-юг, где корневая шейка. Чтобы провалится эта яма и будет это все гнить. И это 21 век. Ничего не изменилось. А вот это знаете почему здесь? Сейчас я у вас еще много чего похожего. Это та самая дама. Я вам показывал саженец. Она нашла в интернете и решила, что... Так надо увеличивать, распяв его в горизонтальное положение, что так надо увеличивать якобы. Не имея собственного сада, еще раз говорю. Так что миллион просмотров. И вот она взяла такую фотографию. Она видит яблоки, она вот эту страшную рану не видит, что это дерево было изувечено, что, будь оно не на юге Европы, а в Москве, в Питере, даже в Брянске. Я же не говорю про Сибирь. Но дно было бы мертво. Но ей пример нужен. Ладно, хорошо. Пойдем дальше. Вот. Еще я покажу ее эти. Значит, человек... Вот где я, Вероника Поливкина. Человек с абсолютно невежественной. Применил две, как это называется, ключевые фотографии. То есть рисунка в виде фотографии. Он разместил вот эту. Давай смотреть. Я вначале, когда вот эту увидел, думаю, ну вот, наконец-то! Ну, хоть один маленько соображает. Хоть одна женщина. Она укоротила ветки. Для молодого саженца это еще терпимо, допустимо. Почему? Да, ну не терпешь, но хочет приблить плодоношение. Маленько приблизит. Может, на целый год. Может быть, да. Вот. Может быть, допустим... Ну, по крайней мере, это еще не смертельно. При пересадке, тем более, я пропагандирую, что обрезка должна быть обязательно. Ху, ну это еще ладно. Но она зачем-то, когда дерево подросло, она опять начала его... То, что вот это отрезало, допустимо. Помните, черешню? У меня же большая часть этих плодовщих птицы унесли. Сеет в другом месте. А мне-то шиш... У меня каждой косточке черешни 25 рублей стоит. Представляете, сколько они меня натворили. Поэтому вот это еще допускаю. Допустим, делать низкую форму. Ну, уже штамбы уже есть. Ну, еще не такие страшные, как вот мы видели в 19 веке. Ну, есть. Ну, допустим, бывает, да, привитое дерево. И само такой штамб бывало и у меня до метра. Но это потому, что погибали вот эти почки. Просто погибали, погибали. Вот. Но вот это уже перебор. Уже я бы этого делать не стал. Почему? Смысла нет укорачивать. Проснутся вот эти. И они и так проснутся. Единственное, ну, и места не хватает. Допустим, вот эти три дерева. Им тесно. Ну, еще как-то могу понять. Вот особенно, как у Сергея, питомник, который перерос в этот. Маточный сад. Там пройти невозможно. Но это потому, что устранения земли для нас нет. Так вот. Ладно. А третий год. Но это не она. Она готова рисуна. Это кто-то когда-то издевался над деревьем. Кто-то когда-то решил, что вот эту вот ветку надо отрезать. Потому что она, ветка конкурент. Она может рухнуть под урожаем. Но я еще раз говорю. Обычно рухнут под урожаем вот такие ветки. Скелетные. На которых там, как у меня бывало, 3-5 ведера. И она рушится. Обламывается. Прямо тут страшно рано. Но такая ветка рушить трудно. На ней будет висеть пол ведра. Ну допустим, ладно. Залез на стремянку, отрезал. Эти-то зачем резать? Здесь пересекающиеся. Он взял обе, отрезал. Ладно. Пересекается. Вот. Здесь еще ладно. Оно у него компактно. Оно растет почти все вверх. У него нет вот такого, чтобы вниз. Вот как-то так, знаете. Вот. Ненавидят ветки растущие внутрь. И ненавидят ветки растущие вниз. Это ненависть все обернувшие. И после этого она берет, даже не соображая, что творит, начинает учить, как деревья, которые вот после этого вот такие вот. Раз, получают зубы. Но это уже с другой оперы. Это она нашла другой. Наберите обрезка дерева и найдете в интернете и тот рисунок, и этот рисунок. Они кажут самостоятельно. Они кажутся свой автор. Вот художник этот, одну цель, преследовал, загустеть. И она спокойно находит, загустела, да, теперь некоторые ветки после этого вниз начнут расти. И она давая их подходящий рисунок, и она думает, что она учит нас. Давай отрезала эту, 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 эту. Вот зачем она отрезала ветку, которая нормально растет, да? Непонятно. Ну волчок, да, вот волчок. Хотя волчки это тоже... Пройдет 2-3 года, они окажутся не жирующие, вполне нормальная ветка. Вот. И вот это, когда она натворила, вот это все, и целиком, потому что здесь, она еще говорила, что это на кольцо, 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 на кольцо. И нам показывает полностью изувеченное дерево. А вот тогда на хрена, вот это вот. И вот этот специалист набрал миллион просмотров, видите, вот она. Абсолютное предательство. Не просто тупость, а вот преступление против деревьев, когда учат именно не усовершенствовать. Да, она думает, что она деревья улучшает, калечая их. На самом деле убивает. Преступление против деревьев. Вот. И вот это вот, пожалуйста, проглотило миллион человек. Вы думаете, хоть один это. Я вам потом покажу интересную вещь еще. И вот, наконец, наткнулся на ролик. А знаете почему? Я бы пропустил. Ах ты, е-мое, фотография. Вот она, родная. Смотрите. Это нашла в интернете фотографию. Фотографию неудачную, страшным дуплом, что это дерево давно было бы мертво, повторяю, на территории России. Еще нашелся один специалист. Я бы сейчас попрекалываюсь, и на этом, наверное, все он еще один. Но я не могу иначе. Так. Дело в том, что это я один снимочек. Я взял его, выбрал почему. Это узелок на память. Мы сейчас залезем ко мне в этот. Я фотографировал ее видеофильм. По наитию. То есть щелкал, щелкал, потом оканал исправно щелкал. Человек, который, опять же, не имеет своего сада, который считает себя специалистом, у которого достаточно, чтобы такую схему нарисовать, крупное дерево, крупное, а потом посередине мелкое, которое, кстати, делать ему нечего, загуститься. Но это ладно. Лекция Татьяны Беляковой, часть первая. Кто она такая? Ну, судя по этому, ну, где-то на уровне аспиранта, там, доцента, и то вряд ли. У нее ссылка на свой дачный сад. Скорее всего, те, кто экспертом все называет. Ну, и хоть бы она увидела то, что как я сейчас буду над ней издеваться, но я уже не могу иначе-то. Вот. Разве можно так поступать, так делать? Сейчас я вам покажу, как с нас делают дураков. Вот это особая папка. Особая папка. Здесь столько собрано дури. Дурной дури, дурной. Дурнейшие не бывает. Вот одну из них я вас сейчас познакомлю. Она никогда даже, она даже не понимает, что она говорит. Смотрите. Вот. Для начала давайте сравнить. Вот. И я, допустим, вначале, это просто наболело, да. Вот это меня пригласили выступить. Людям давали гранты на озеленение города. Приехало телевидение. Меня попросили выступить, ну, как, ну, местный авторитет. Вот. Я их ничего не пытался продать, там, сайты, я просто это. Мне давали гранты на озеленение города. Ладно. Вот. Сейчас смотрите. Я, как я красиво говорил, как я замечательно говорил, и вот эти 20 минут, что я говорил, превратились в несколько секунд в новостях местного телевидения. То есть этого никто не увидел. Ладно. А теперь, откуда они берутся вот эти? Видели вот это вот? Еще раз посмотрели, посмотрим. Итак. Это ролик, который я фотографировал через несколько секунд. Итак, нужно в любой ситуации все цветы оборвать. Вот. Я уже вам говорил, руки надо обрывать. Сколько бы ни было цветков, столько пусть будет. Не наше дело туда лезть. Вот. Но это вопрос спорный. Оборвать. Она не понимает, что такое плодушка, что такое раны, когда цветы отрываешь. Ей просто это не понять. Вы помните, это было Габрово, анекдоты знаменитые. Самый знаменитый анекдот в болгарском Габрово был такой. Кошкам обрубали хвост, потому что зимой, чтобы зайти в дом, чтобы быстрее, ну, открыл дверь на мороз, чтобы холодный воздух не попадал в дом, кошкам рубили хвост, чтобы они быстрее проскакивали вот этот самый, дверной проем. Это считалось самым смешным анекдотом. Вот. Вот это примерно то же самое. Вот. Там анекдот, а это жизненная правда. Смотрите дальше. Ободрали. Одно должно работать на корне первый год. Обратите внимание, какие сейчас будут термины. Я вначале думал, что нам подсунули умную аспирантку там или доцента. Смотрите. Ерунду, и сдохнет скотина, даже если прижилась. Вы представляете? Вот эти. А она лекцию читает. У нее эти самые, уже на этот момент десятки тысяч просмотров. Она лекцию читает. Я больше чем уверен, что она как минимум имеет образование садовщика. Повторяю. И сдохнет скотина, даже если прижилась. Вот. Я считал, что круче моих термина уже нет. Вспомните дебильные посадки, дебильная обрезка, дебильные прививки. Вот. Нет. Сдохнет скотина. Она меня это буквально за пояс заткнула. От трех начинается идеальный иммунитет. Первый раз, единственное, я услышал в этом ролике, в этой лекции, что чем больше деревьев, тем больше иммунитет. Хух. Спасибо на том. Только зачем все-таки, где ее сад хотел бы знать. Мы идем дальше. Первые годы вообще желательно. Какой-нибудь калий. Ну, это и уровень. Какой-нибудь. Это и уровень. То есть, все-таки это любитель. Где-то слышал от чего-то. Какой-нибудь калий, какой-нибудь фосфор. Пока деревце молодое, пока мы не даем им плодоносить. Не даем. Ну, понятно. Обрываем цветы. Прирос, окреп. Смотрите дальше. Стрежками и подрезками, всем остальным. Вот начинается калечение деревьев. Ну, уже прижилось. Уже все. Уже цветы обрывали. Ну, куда дальше? А дальше оказывается, что косить лишнее движение. То есть, она нам показывает, вот так она держит готовую косилку. И что это лишнее движение, ее совершенно ненужное движение. Они трудоемкие, невероятные. Кстати, несколько секунд требуется. А оказывается, то надо было не косить. Это труднейшая работа косить. А? Кружочек чудненький взрыхлённый замещение. А вы знаете, вот этот взрыхлённый кружочек надо за лето раз пять взрыхлевать. Вот, нет? Получается, вместо дёрна нам советуют вот этот взрыхлённый кружочек. Напоминаю, как её звать-то? Белякова. Запомните, вас бы тоже снова за парту посадить. У вас наверняка всё-таки было какое-то образование. Значит, не полезли бы сюда с лекцией. Запоминайте, дёрн – это дом для нижней части дерева, корней которых вы вспоминали. Его нельзя рыхлить. Это вторая линия обороны. От кого? Вспоминайте. От морозов. Вы кому лекцию читаете? Людям, которые наверняка живут по всей России. Кружочек чудненький. Не, ну термин, ну куда мне до неё чудесненький, взрыхлённенький. Кружочек. Господи. Часть является штампом. Теперь смотрите, к чему клонится. Минуточку. Не жалейте при посадке молодого цаада. Сейчас поймёте. Ветка какая-нибудь кривая, косая, но появляется где-то. Ещё не поняли? 25 сантиметров от земли. То есть, ну сейчас, кому надо, тот уже понимает. Она первая, хорошо, если 50 сантиметров. То есть, вы поняли, всё, что ниже 50 сантиметров, надо что сделать? Отрезать. А почему? Смотрите. Мы должны её сохранить. Нет, ну это она с иронией говорит. Мы должны её сохранить. Мы должны возле неё прыгать. Это не просто надо, нет, не надо. Это и железу, говорит, надо сохранить. Нет, мы не должны её, мы ещё прыгать возле неё должны. Потом возникает вопрос с престольным кругом. То есть, смотрите дальше. Тут ещё муж, который попытался подсеять. И газонокосилка. И оказывается, для него это неподъёмная работа. И ветку переломали. А вы пытаетесь эту ветку, это я пытаюсь, кстати, эту ветку сохранить, подвязать, подпилеть. То есть, она убедила аудиторию, там уже больше 10 тысяч человек, а может уже 20, а может 50 тысяч. Она убедила аудиторию, что ветка, которая, вот это уровень, ладно бы там науки, вот ещё можно понять, там можно запутаться в терминах как-то в науке. Но здесь привести такие примеры, что ветка расположена на высоте 25 сантиметров, любая ветка ниже 50, так мешает, что её ещё и сохранять, не дай бог, подвязать, не дай бог, подпереть, не дай бог, куда-нибудь заправить. Её надо уничтожить. Вот эти термины, идиотские, вот это всё, что она придумала, да. Вот. Это оказывается, её муж её переломал, а мы её пытаемся спасти. Да её сразу отрезать нахрен надо. Вот это её термины. И чтобы спину поберечь, почему правильно сделали высокий штамп, а если дерево ещё почему-то не умерло, конечно, легче ходить под ним. Собирать плоды, только откуда они плоды-то будут. Если штамп, ветки, ну, то всё, что больше, вы уже видели. Но она у нас одна. Вот это, я в жизни такого глупости не видел, что вот эти вот примеры, да. У меня, когда персики заплодоносили, первый год, а деревья были низенькие ещё, а прививки у земли, я клянусь богом, я не становился на колени. Не. Я ложился на живот и подползал под него. Подползал. У меня свидетель есть, главный редактор Фазенды. Чтобы доставать оттуда персики, они, это, я ползал, но они были. А если бы я сделал штамп полметра, метр, у меня бы не было ни одного персика. И спина была бы целая. Вот это термины. И ещё, ещё глупость. Если у вас штамп, опять же, грибам меньше, то есть получается как, изувечили, раны. А это грибы не полезут? Нет. Они не полезут. А вот если мы сделаем низкий штамп, но без этих, с ветками, но без рада, тут оказывается грибам раздолье. Какой-то термин есть, логика какая. Там действительно, если сохраним 25 сантиметров землеветку, которую она приговорила, да, вот, там будет меньше проветривания. Ну, а если бы она хотя бы слово сказала, обратите внимание, видите, вот её схема, вот она поменяла тот, из интернета, с рямзерный. Вот, смотрите. Вы видите тут какой-нибудь этот, как он называется, холм? Нету. Холм-то и нужен для проветривания. Одна из целей холма, проветривание. И тогда не надо колечься. И вот тут, вот тут, вот ветки должны быть. Вот тут, а. На холме, но вот тут, а. И не будет никаких этих самых. Ну, человек абсолютно ничего не понимает. Подыматься, сложнее подыматься. Долго это. Если будет искалеченный штамп, грибам вверх подыматься. Вы хоть представляете, как грибы подымаются? Я вам сейчас покажу. Сейчас покажу. Хотя бы 80, хотя бы, то есть 80 и выше, допустим, метр. Вот она это, научила. Обрезали. Штамп опять же обсудили. Приговорили, вы не обсудили. Основные скелетные ветки в идеале должны быть направлены. Ну и пошла учить. Опять эти ветки неправильно убираем. В молодом возрасте, при первых обрезках, перенаправлены. Ну, мы уже проходили. Вы посмотрите, сколько у нее эспрессия какая. Две ветки в одном направлении. Ой, какой ужас. Ох, какой ужас. Бедное дерево. Либо одна, либо другая будет более убогая. Еще один термин. Ну, там хоть ладно там. Говорили, менее развитые, там, более тонкие. А еще один термин. Убогая. И давай ее уничтожать. А сколько экспрессии, обратите внимание. Питать две, да вы что? И вот смотрите, заканчиваю с ней, как. Вот это тоже с ее комментарии. Давайте посмотрим, как комментарии. Вот она научила, может быть уже время прошло. Ну, может 10, может 20 тысяч человек научила. Убивать деревья. Подчеркиваю. Класс. Смотрела первый раз. Просто в восторге от Лектора. Лектор действительно в восторге. Он сыграл роль такую. Вот. Правда. Ну, если бы она пародию бы. Я бы еще понял. Я же тоже мог бы вот так вот. Ну, как пародия. Чтобы люди смеялись, когда она говорит, что две ветки надо одну уничтожить. Это вот, пожалуйста. То есть, вот эта Лященко Мария, бедная, она всю жизнь теперь будет калечить. А вот это мне понравилось. Это знаете, как такой, ну, кучок, вот. Который, как она махала руками, посмотрел, ему не понравилось. Лекция устная, систематическая и последовательное изложение материала. По методу теме вопроса. То есть, она действительно не протянула ни на учебную лекцию. То есть, вот ее серьезный человек, ученый, как бы сказать, такой, последовательно фактически отчитал, что то, что она читает, это не лекция, это и дети. Ну, понимаете. А где следующая часть лекции? А там, помните, была часть номер один. То есть, человеку Матрёне тоже надо учиться убивать деревья. А мне тяжело было слушать. Вот она, Елена Машкова. Но она другого типа. Не знаете, что она считает, что та калечит, та дама калечит деревья? Нет. Мне же тоже многим тяжело слушать. Это мы с ней, вот с этой вот, это мы одна из два собака пары. Только она бред несет эмоционально. А я стараюсь это. Ладно, смотрим дальше. Что тут еще? Татьяна, вы класс. Хорошо знаешь, о чем говоришь. И хорошо, если бы она хоть знала, о чем говорит. Спасибо, прочтите подробную лекцию о разряженно-ярусной формировании яблони. И тут еще страшнее, если прочтет. Ну и все. Вот такое вот. Поняли, да? Теперь, значит, это мы с вами уже проходили. Это как бы, вы поняли, да, откуда что берется? Это я специально повторил. Вот. Проходили, проходили. Проходили. Вот. Это, ну, та отдельная папочка. Теперь возвращаемся на место, и мы скоро закончим. Итак, это была фотография памятка. Еще раз, ее беда в том, что я увидел вот эту фотографию, которая сляпзала с интернета. И она сляпзала. В том числе и она. Вспомните, та самая, которая миллион просмотров. Тоже сляпзала. Вот это их уровень. А ты вырасти то, что ты наговорила. И посмотришь, что у тебя получится. Вот она, правда, страшная. Эту снимок вы уже видели. Я вам показывал. Вот это вот и есть обрезка на кольцо. А она про грибы, которые по изувеченному дереву. Они вверх не полезут грибы. Это так знать о грибах. Это даже в детском садике. Уж лучше тогда не знать ничего, чем говорить, что грибы полезут по изувеченному штамбу. Не так. Не полезут по изувеченному штамбу. А если на штамбе будут ветки ниже, то обязательно. Вот где грибы. А как тебя там зовут-то, господи? Прозвращаться неохота. Сколько вреда от таких, как ты. Ну, а вот она, этот, грибы, которые вспоминайте. Давайте рассмотрим это. Один из моих классических рисунков. Сосед уничтожал сад, который, это, ну, он уже прообрезал, вот как она учит. А сад погиб. А он, это, распиливал потом на дрова свой сад. А я, это, представляете, какая. Итак, вот это гриб-трутовик. А на самом деле, ну, извините за нудную лекцию, но и скоро закончим. Вот он, гриб-трутовик. Вот он, вот он. А это его внешнее проявление. Ну, как сказать, это как цветок. Даже так можно назвать, да. Даже, да, это внешнее его тело, внешнее проявление. Теперь так. Человек взял, обрезал, вот обрезка. Рану я, то есть так, срез я сделал поперек раны. Вот рана, вот мёртвое дерево. Смотрим, что мы видим. Во-первых, залезла, так как вот эта часть была срезана, значит, здесь повышенная возможность для умертвления древесины. Полезла сюда мороз, так. А за умертвлением полезли грибы. И сюда, сюда даже больше, да, видите. Вот, вот эта вот самая отрезанная ветка дала возможность убить дерево в следующем году. Оно начало умирать от мороза. В 120-й раз говорю, ребята, не верьте никому. Не жрут грибы, здоровые ни одну из миллиардов и триллионов, их триллионы триллионов этих самых клеток, ни одну живую, здоровую клетку, ни один гриб не съел. На всей планете, на всех триллионах деревьев. Не съел ни одну. Он ест только то, что умерло. И является переработчиком. Это наш главный помощь. Даже вот этот гриб, кто-то скажет, гриб сожрал дерево. Это садовод, то есть уничтожил дерево. Это садовод уничтожил дерево. Вот это вот, когда-то, вот этот снимок, он должен войти в энциклопедии. Он должен войти в учебники. Вот так это было. И вот когда вот это сожрал, видите, вот эта щель, это как пробитое оборона дерево. Вот тут, вот смотрите, здесь здоровая, ну, была здоровая кора, камбий, все. Здесь вот гриб не полез. Здесь даже древесина целая. Самое слабое место всегда середка. Ему меньше питательных веществ достается. Оно первое начинает погибать. Казалось бы, мороз должен сверху дерево уничтожать. А как уничтожать середку? Правильно, вы сюда пустили мороз. Мороз уничтожил ткань живую. И грибы ее начали перерабатывать. Гриб так хорошо устроился. Это вообще чудо. Вот он. И не молите причину на него. Он дожирает то, что вы убили. А Платонова, Ганечкина, Вот это, как она помирит ее? Господи, который милет просмотру. Ладно, не буду уже возвращаться. Это попутно. Потому что, когда Платонова с Ганечкиной еще учила, вы понимаете, этого делать не надо уже потому, что вы ослабляете иммунитет дерева, и вы уменьшаете его морозы. Ну, уже грибы, уже больное дерево. Вы его искалечили. Ну, оставьте его сейчас-то в покое. Тот, кто думает, что если сейчас вот этот хозяин бы, чуть раньше бы, когда убивал дерево, отрезал бы вот этот бы гриб, вот так вот взял бы, да? Это гриб, и это гриб, кстати. И это тоже грибы. Запомните. Мхи, грибы, лишайники. Самые древние жители. А вы от них избавиться хотите? Ага, сейчас. Вот это еще одна дурь. Да еще щетка металлическая. У меня умеет... А, ладно, боюсь повторяться. А это опять все так же, смотрите. Вероника Парюкина. И вот эту. Может быть, она рекламировала эти... Как они называются? Ножовки. Ну, нахрена дерево того убивать-то? И ведь это с таким умным видом. Это все тоже. Все, она же. Это так, слову пришлось. Вот. Еще раз говорю. Одумайтесь. Вот этот питомник, почему я второй раз разместил это? Сейчас увидите. Потому что они так научились улучшать деревья, что им пришлось мою фотографию. Еще я... Ну, ладно, там видели, там проходимцы. Накупят импорт, ставят мои фотографии. Их таких уже, мы, вторую сотню перевалило. Вы знаете, каждый раз преподношу, да? Такое впечатление, что все питомники мои фотографии почти все украли. Но как темирязевцы могли... Вот, объясните мне, господа темирязевцы. Там работает та самая дама, которая считается ведущей абрикасовод России. Ну, где ваши фотографии? Где ваши... Вот, взяли, свою вставили. Ну, как можно было? Да еще не просто взять. Там же подняли... Вот, если вы возьмете, наберете, она повторяется раз в 50. То есть ее украли раз в 50. Ну, где-то 40-45 раз написано так, как у меня. Серафим. Напишешь Серафим, тут легко догадаться. Там наберешь, оказывается, железо. Взяли, переносили. Успех. Где ваши абрикосы? А я вам скажу, где. Вот. Смотрите еще раз. Вот это вот. Я ничего не напутал, считайте. Вот. Вот это вот самое, как это называется. А это? Ничего я не напутал. Ничего я своих... Не добавил своих. Вот. Когда вы вот так вот работаете, вы учите всю страну, научили так, что у людей нету не... Не том числе абрикосов. Но вам пришлось еще и фотографии воровать. Вот. А за вами, за вами, вот эти вот самые. Кто-то думает, что Платонова садовод, она уничтожила всю ветку. Все-все. Она прочитала об этом. Почитала. У нее не может быть сверосада, потому что она же... Дерево абсолютно больное. Оно покрыто хом до самых верхушек. Это ж надо видеть. Я же фотографировал все это, с фильма. И на наших глазах она... Она стояла вот так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И зубрежка. Отрезаем ветки вверх, разрезаем ветки вниз, отрезаем ветки внутрь, отрезаем... Вот. Вот это вот получилась такая цепочка целая. А потом... Кто размножает всю эту гадость? Агрономическое... Агрономически правильно считается обрезка деревьев? Все правильно, раннее осеннее время. Когда еще не началось сокодвижение. Или позднее осеннее. И вот это вот подлость, предательство и преступление. В позднее осеннее время к дереву подходить нельзя. А почему 300 тысяч экземпляров? 300 тысяч минимум человек вот это прочитало. Потому что надо было этому журналу, председательное хозяйство, заработать. И оно уже нашло позднее осеннее время, раннее осеннее время, еще зимнее время, летнее время. И везде вот это вот... Для того, чтобы продать флакон, вот, и журналу заплатила вот эта фирма, так? Она не просто заплатила. Она взяла, взяла, и сочинила якобы вот эту вот самую рекламную статью. И сюда вставила самая подлая вещь на свете. И так, я три таких уже обнаружил. А я всего-то там два десятка журналов открывал. Три таких. Для того, чтобы они продали Живицу, для того, чтобы за рекламу заплатили журналу, журнал, который прекрасно знает Железова, который ненавидит его, который единственный вступил со мной в открытую полемику, который на сайте изобрел другого Железова, то есть в моей фотографии, в моей фамилии совсем другой человек, а может быть этот же псевдо, как он, модератор, изгорелся надо мной. Такие фразы вставлял. А народ, тысячи людей смотрели, это же Железов, это не Железов, это не может быть Железов. И все, кто писали, что это не Железов, их вычеркивали, их ликвидировали. А те, кто надо мной издевались в ответ, что он с ума сошел, это идиотизм. Мы-то думали, что это Железов, а ты, оказывается, идёт какой-то. А это оставляли. А я ещё раз говорю, у нас с вами идёт война. Не подковёрная, нет. Вы написали, для того, чтобы заработать серебряники, вы разместили вот эту рекламу, чтобы они продали. Вы получили за эту рекламу деньги. А 300 тысяч человек будут позднее осеннее время резать. И только уже порезав, тогда и замазывать-то надо, логически. Ну ладно, барана естественная была бы. Ну, облом бы. Ну, вот этим бы живицей бы. Ну ладно, хотя против этого можно было бы и солнечные ожоги замазывать. Можно было бы и эти... Как они называются-то? Эти самые... Морозобойны можно было бы. Но специально калечить деревья, обрезка позднее осеннее время. Только для того, подлость такая, чтобы взяли люди и это... Спираясь калечить дерево, купили живицу их замазывать. Ну, если бы польза была бы вот этой осенней обрезке, ну какая польза? Раны перед морозами. Агроном стахнёв. Какой ты нахрен агроном стахнёв? Ты предатель. И вот тогда, помните, опять, чтобы не было грустно, ещё раз говорю, это не порнография, это центральная библиотека я взял почитать. Вот. И вот когда я вот это вот... Калаш такой сделал, это тоже когда-то войдёт в эти самые... Что если вы будете делать вот такие раны, простите за такой смелый снимок, вы такие раны, у вас будет такая же голая задница, потому что у вас не будет ни сада, ничего, и здоровья не будет. 15 обработок, это, повторять импортный опыт. Да вы посадите деревья на ссеянцевые подвои, не калечьте их, и не надо будет вообще никаких обработок. Я уже забыл, в каком году я покупал, когда-то энтавир покупал, калечил, как и вы, каратэ покупал, аллатар покупал. Уже забыл, что сейчас в ходу. Чему приводит прививка к жёлтой черешке, к вишне. Пожила два года. Вот. Ни одного плода я не попробовал. И умерла. А вишня заразилась. А доказательства вот они. Пожалуйста. Скажите, что я их красил в жёлтый цвет. А для него интересно. Очень интересно. Причём уже всё, уже всё в моём саду так поперепутано. Вот. Хотите получить вишню из черешни? Пожалуйста. Хотите получить черешу из вишни? Пожалуйста. Вот. Что угодно. Косточки из моего сада обладают уникальной способностью к, назовём это, знаете, какое слово сейчас придумаю, трансформации, да. Может быть, новый термин ввести. Сорта трансформеры. Вот, понимаете, сколько раз я читал вот эти предостережения. Я надеюсь, меня сейчас слышно, пока идёт перестройка тут. Вот эти вот предостережения. О том, что ох, нельзя дикарей рядом с культурными садить. Ну, вот согласитесь, что я ничего не преувеличиваю. Что это как бы одно из основополучий. Да что, дикарей садить рядом с культурными? Опылят всё, что потом что будет? У меня половина сады. Треть сада дикарей, треть сада полукультурных, треть сада культурных. Ещё какое-то количество супер-шартов. Ну и что? Субтитры делал DimaTorzok